Закон Божий для детей, Новый Завет, Сосшествие Святаго Духа на апостолов. После Вознесения Иисуса Христа наступил 10-й день. Это был 50-й день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божьей Матерью, с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня, по еврейскому счету часов, то есть по нашему девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и почили, а становились по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святаго и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух Святый по обетованию Спасителя сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что он дал апостолам способность и силу для проповеди Христового учения всем народам. Сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освещать и согревать души. По случаю праздника Пятидесятницы в Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран. Услышав шум, огромная толпа народа собралась около дома, где были ученики Христовы. Все в народе изумлялись и спрашивали друг друга, не все ли они галилеяне, как же мы слышим каждый свой язык, в котором родились. Как они могут говорить нашими языками о великих делах Божиих? И в недоумении говорили, они напились сладкого вина. Тогда апостол Петр, вставший вместе с прочими одиннадцатью апостолами, сказал, что они не пьяны, но что на них сошел Дух Святый, как это и было предсказано пророком Иоилем, и что Иисус Христос, которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, вознесся на небо и излил на них святаго Духа. Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол Петр сказал, итак, твердо знайте, весь народ израильский, что Бог послал Спасителем и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что весьма многие уверовали в Иисуса Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апостолов, что нам делать, мужи и братья. Петр ответил им, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар святаго Духа. У веровавшего Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трех тысяч человек. Таким образом начало устрояться на земле Царствие Божие, то есть Святая Церковь Христова. Со дня Сошествия Святаго Духа вера христианская стала быстро распространяться при помощи Божией. Число верующих Господа Иисуса Христа день от дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом апостолы смело проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне Божием, о его страданиях за нас и воскресении и смертных. Господь помогал им великими и многочисленными чудесами, которые совершались через апостолов именем Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по разным сторонам для проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповедания учения христианского апостолы поставляли через рукоположение эпископов, пресвитеров, священников и леереев и диаконов. Та благодать Святаго Духа, которая была явно преподана апостолам в виде огненных языков, теперь подается в нашей Святой Православной Церкви невидимо, в ия святых таинствах, через преемников апостолов, пастырей, церкви, епископов и священников. Сошествие Святаго Духа на апостолов празднуется Святой Православной Церковью, как один из величайших праздников, 50-й день после Пасхи, потому что Дух Святой сошел в 50-й день после воскресения Иисуса Христа и потому называется Пятидесятницей или Троичным Днем, так как с этого дня раскрылось миру действие всей Пресвятой Троицы. И люди научились поклоняться и прославлять «Три лица единого Божества, Отца и Сына и Святаго Духа». Тропар праздника Троицы Пресвятой Благословен – это значит достоин прославления. «И же премудрый овцы явлей, который рыбарий, то есть апостол, сделал премудрыми, теми уловлив Вселенную – это значит, что через них уловивший, то есть привлекший к вере Вселенную». Субтитры создавал DimaTorzok